Следующая ошибка онлайн-экспертов, помогающих практиков и учителей, которые делают свои видеоуроки, ютуб-каналы, это вы начинаете работать и договариваться с элитантами. Как сие происходит? Вы себя убедили, и это правда в том, что вы сейчас пока начинающие, вам надо найти молодую команду, у вас нет денег на экспертов, у вас нет денег на настоящих профессионалов, и вы начинаете договариваться с элитантами. То есть вы на упаковку берете не хорошего дизайнера, у которого есть опыт и связи, а вы нанимаете элитанта. Вы вместо монтажера профессионала нанимаете элитанта, который только учится. Это не совсем хорошо, и вы знаете почему. Смотрите, все предельно просто. Я всегда пытаюсь объяснить своим клиентам, своим ученикам на примерах, потому что именно примеры помогают вам все это понять быстрее, чем термины, какие-то моменты. Так вот, что за пример? Представим, у вас свадьба, и вот на эту свадьбу у вас есть два варианта. Какие? Пойти к профессионалу и получить прическу, либо пойти к каким-то там курсу, то есть к девочке, которая только что закончила курсы этих самых парикмахеров, и попробовать сделать себе прическу. Куда вы пойдете, думаю, это очевидно. Тот же пример. Вы можете обратиться к портной, которая только закончила курсы портных, и понадеяться на то, что она сделает вам классное платье на свадьбу. Или можете пойти в салон и заказать в этом салоне себе классное платье. Куда вы пойдете? А почему? А почему вы пойдете к экспертам? А почему вы свой продукт, почему вы свой курс пытаетесь сделать руками дилетантов? Вы думаете, что вам повезет? Но так же думают и огромная куча. Да нет, нет, я не спорю. Есть именно те люди, которые в будущем станут экспертами. Но зачем им давать возможность обучаться на вашем канале, на вашем контенте, на ваших уроках? Если, понимаете, в чем история? Что если вы пускаете к себе на канал дилетанта, и он что-то запорит, то вы не сможете прийти к YouTube и сказать, слышите, вы меня зря заблокировали. Это же не я, это вот Петя. Почему? Потому что в YouTube есть четкое правило, что если вы кому-то дали доступ на свой аккаунт, соответственно, этот человек и вы вместе с ним несете всю ответственность за действие на этом аккаунте, на этом канале. То есть и вы, как эксперт, доверяя дилетантам ответы на вопросы, работу с вашим сайтом, или работу на вашем стриме, рискуете, рискуете своей репутацией. То есть в случае, если у дилетанта все получится, то это у него получится. А если проиграете, то проиграете вы. Пара-бара-бам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!